Любезный Алексей Владимирович По игре вам рассказать? Да, или про жизнь? Можно про жизнь сначала, а потом по игре Ну давайте, по порядку После таких игр мои коллеги, некоторые уходят с пресс-конференции Некоторые мои коллеги мямлят что-то невнятное, пытаясь какими-то полунамеками Или намеками обратить внимание на какие-то вещи Сергей Иванович про лед рассказывает, как его заливать нужно А я скажу так К сожалению, мы пока не настолько сильны, чтобы обыгрывать Динамо в Москву в гостях Сегодня на поле я видел команду в белой форме, которая играла в хоккей И в хоккей, который нравился, болельщикам Я благодарен болельщикам, которые поддерживали нас и из Кемерово, и красногорские фанаты нас поддерживали И это было приятно Это самая главная оценка матча Я ребятам поставил после игры пятерки Я доволен тем, как они играли, как они сражались, как они хотели выиграть Мы до конца атаковали и показывали зрелищный скоростной хоккей Ну, как-то так по игре и по жизни Вопросы, пожалуйста? Эдуард Николаевич, пускай выскажутся Ну, может быть, сразу? Нет, в начале пускай... Эдуард Николаевич, будьте любят Ну, я хочу в первую очередь отметить нашего молодого вратаря У него очень непростая ситуация у него получилась Буквально за три минуты ему сказали, что он станет в ворота У нас основной воротарь, он вчера не тренировался, недомогание было Мы думали, что сегодня он отойдет Он вышел на раскатку, но потом пересел на игру и попросил замену И молодой парень у нас в нужный момент, он здорово сыграл Можно сказать, это как раз ключевые Может быть, моменты были, когда выиграл счет был равный Когда туда-сюда качели какие-то еще были Ну, молодец Команда, настрой был, видно, что сегодня очень... Да и с Красноярском был настрой Но сегодня вообще, прямо видно, что мы понимали, что это игра за 4 очка На данной ситуации, потому что там мы очки поделились Кто возьмет, тут и отрыв сразу Если бы сейчас Кутбасс выиграл, то мы уже от них на приличное расстояние отставать начали Хотя, конечно, еще и игр много Но в целом, я очень доволен ребятами, что как игре отдавались Что правильно играли, как мы договаривались, как задумывали Как-то так Вопросы, пожалуйста Вопросы, кобой у нас, вам интересно участвовать в этом чемпионате, в нынешнем? Ну, на мой взгляд, это за последние годы они на самых интересных чемпионатах Честно, честно только? Честно, абсолютно честно Во-первых, очень много игр, которые заканчиваются неожиданным результатом Да, есть два лидера, но, как показывает практика, что и с лидерами можно играть И целая группа команд, которые претендуют на места с третьего по десятое Кто-то лучше сегодня готов, кто-то хуже Кто-то в определенный момент на подъеме, у кого-то спады Ну, Байтий, мы прекрасен, гладкий чемпионат И вот эта динамика, которая есть в этом году Я думаю, что за нее нужно цепляться Когда две игры на третью, это, опять же, свои краски вносит вообще в чемпионат Я, в принципе, с Алексеем согласен полностью Что вот этот гладкий чемпионат И интрига в чемпионате появилась какая-то И все равно сейчас места за восьмерку Тут идут все очень ровно, все очень рядом И я думаю, что это до конца этого группового турнира так это все и будет Можно еще немножко провокационный вопрос Это связано, на ваш взгляд, с тем, что уровень команд выровнялся Или какие-то внутренние течения происходят в нашем виде спорта? Честно, опять же, честно скажи Уровень команд подровнялся, смотрите Ну, опять же Колода растасовалась игроков таким образом Кто-то сохранил, кто-то, вот как у нас, например, никто не пришел Там два человека ушло Кто-то добавил много игроков, как Нижегородский старт Но средний уровень чемпионата, он действительно подровнялся Он не стал там выше, чем там, например, 10 лет назад был Но средний его уровень примерно одинаковый А какие-то подводные течения Я здесь не знаток всех этих вещей Мое дело тренировать, ребятам, мое дело играть А подводными течениями пускай занимаются те люди, которым это интересно Вот, я так скажу Опять же, с Алексеем Садвашусь, что, в принципе, сильных игроков клуба Средние клубы, да, сильных, или где-то средние игроки Но перетасовалась вот эта колода Кто-то усилился, кто-то на том же уровне остался И команды вот эти, которые идут, ну, ясно, что у нас как-то выделяются Эти две команды, первые, Хабаровский, Енисея, остальные В принципе, я считаю, что подровняли А по чемпионату, я все равно, в моем мнении, что чемпионат по сравнению и прошлый И сейчас он все равно слабее, чем был у нас раньше Алексей Владимирович, именно по уровню игроков, по мастерству Алексей Владимирович, Эдуард Николаевич Во-первых, с Рождеством вас и вашей команды, как говорится, дай бог, чтобы были успеть Так вот, из ваших сегодня комментариев Что от вас, Алексей Владимирович, Эдуард Николаевич Можно ждать, что провала, что, как говорится, или взлета Ну, если упустите две первых команды Или все-таки, как говорится, можно ждать такого взлета Что и Коспаса, и Динамо может выстрелить и в плей-оффе И, как говорится, это самое На высший уровень, и даже на высший уровень зайти А все можно Я считаю, что вот в данной ситуации Вот наши прямые конкуренции Курбан, Байкал, Ульянов Вот нам надо с ними Ясно, что немножко, да и с теми командами можно играть Вот, что ты правильно играешь, организованно играешь Лишь ты готов, и с ними можно играть Выключите телефон, вопрос задал, е-мое Игорь Николаевич, вопрос по игре Можно я отвечу? А, извините, пожалуйста Да, вот, Анатолий Задович Для меня, как для тренера, самое главное поэтапность Чтобы мы над своей игрой заслуживали место А не просто вышли и заняли его на ура, на обум Я хочу, чтобы мы показывали зрелый хоккей И настоящий хоккей, который действительно приносит результаты А не просто какие-то такие наскоки, нападки Вышли, выиграли один раз, а два раза не выиграли Или еще как-то Для меня самое главное, чтобы мы действительно играли в хороший, качественный хоккей Игорь Николаевич, вопрос по игре На ваш взгляд, что не получилось в игре «Динамо» вот сегодня? Несмотря на победу? В принципе, все получалось, то, что хотели мы Мы отталкиваемся от того, какой у нас состав Что мы имеем на сегодня Костяк, основа нашей опытной игроки Наша молодежь, за счет их, она должна прибавлять Если мы видим, что они добавляют, что они огромных пальцев победу вносят Значит, мы делаем все правильно Если они все держатся только на опытной игроке Значит, что-то не до конца все правильно Может, нейтральный вопрос? Завтра в Китае начинается чемпионат мира, среди женских команд В положении я проведу соревнований написано Что каждая команда в Суперлиге Должна иметь и женскую команду Как вы относитесь к тому, что ваши клубы не соблюдают регламент? И вообще, как вы считаете, женский хоккей нуждается в развитии? Нужен вам вообще? Женский хоккей обязательно должен быть Потому что это развитие, это опять же шаг к Олимпиаде Это первое У нас в Кемерово не совсем так все печально У нас был определенный этап, когда у нас занимались девочки Но, к сожалению, руководитель нашей школы п***т проект Но сейчас, я знаю, Валерий Викторович Шаповалов набрал девочек И, насколько я знаю, у него это довольно-таки успешный проект 25-30 человек уже ходят И, может быть, со временем они дорастут Они же тоже ниоткуда, откуда ни возьмись, не могут появиться Объявления подали, девочек собрали, выставили, поставили их на коньки Поэтому, опять же, здесь момент поэтапности Если федерация по регламенту обяжет каждый клуб это делать Но это нужно будет делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!